МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если вы хотите знать, куда переехала апатитская арт-студия местная, смотрите телепроект «Деловые люди». Итак, сегодня в программе. Кто такой Сосенберг? Сосенберг – это я. Когда супруги работают вместе? Мы в восторге, нам все нравится. Покроем картину лаком и подожжем тарелочку? Наша тарелочка готова. И, конечно же, подарок самому внимательному зрителю. Не пропустите викторину. Арт-студия местная у нас переехала. Прошу. Наши хоромы – это 200 квадратов, 218. Здесь у нас раньше проводили мероприятие по живописи мастер-классы. Но сейчас мы решили еще расшириться, так как площадь нам позволяет. Это Людмила Кух. Еще полтора года назад мастерская апатитской художницы ютилась в одном из торговых центров. Здесь Людмила работала над заказами, а для нашей съемочной группы даже провела мастер-класс. Люда – человек в наших северных широтах известный. Она проводит мастер-классы по живописи, расписывает стены в заведениях общепита и так далее, и так далее. Как говорится, творчество – это ее все. Сейчас Людмила осваивает большие площади в одном из зданий на улице Путейской. Стало больше работы, больше техники для работы, больше материалов. Есть у нас кабинет, выделенный под склад. Это хранение дерева. У нас часть еще внизу находится, и большая часть в зале. Это начинается от сувенирного производства, а где сувенирное, там еще разветвление идет, потому что каждый хочет на заказ какую-то индивидуальность. После, понятно, мероприятия наши, изготовление из дерева, роспись стен, дизайн. То есть, ну, там такое перечисление, что я сама полностью не помню. И у нас просто люди, когда обращаются, допустим, недавно мужчина обращался, шлем какой-то мотоциклитный, я в этом не разбираюсь, и отреставрировать. То есть, ну, мы говорим, либо да, либо нет. Если нет, то мы стараемся помочь, пододвинуть куда-то в другую организацию, кто действительно справится с этим, и все. Люда говорит слово «мы», потому что к процессу творческому присоединился муж художницы Сергей. Сейчас супруги корпят на крупным заказом. Еще совсем недавно Сергей работал поваром. У него и профессия на этот счет имеется. В арсенале мастера по дереву найдется еще парочка специальностей. Помимо дерева, то, что сейчас я занимаюсь деревом, кухня, естественно, ремонт бурового оборудования, станков. После армии я занимался этим. Что еще? С музыкой немножко связан был. Звукозаписывающее оборудование тоже немного знаю. Реклама. В рекламе я работал. Это изготовление наружных вывесок. Ну и все, что с этим связано, естественно. Сергей вытачивает деревянные кружки и тарелки. В конечном итоге они выглядят вот так. Свою мастерскую Сергей назвал Сосенберг. Сосенберг – это я. А название сериал смотрели во все тяжкие? Есть, есть. Гайзенберг там был. Ну а мы решили, что надо привязать к сосне. Получилось Сосенберг. Есть такая забытая старая техника обжига дерева называется. Ну, обжиг. Ничего особенного. Обожженную тарелочку пропитываем льняным маслом, а затем еще раз обрабатываем огнем. Наша тарелочка готова. От поварского дела изготовитель деревянной посуды отрекаться не собирается. Здесь в мастерской хватит места для необычного бара, где повар-краснодеревщик Сергей Кух и его супруга Людмила будут проводить вкусные и живописные мастер-классы. В ближайшем будущем, я надеюсь, что за новогодние праздники мы успеем здесь бар построить и уже после новогодних праздников принимать гостей. Но это не будет общепитом. Мы будем проводить здесь мастер-классы по живописи и угощать участников. Единое общее дело, которое кормить должно всю семью. Никакой подстраховки не будет. Но, тем не менее, мы дошли до той стадии и работаем сейчас вдвоем. Это очень интересно. Конечно, понятно, все обсуждают тот факт, что как вместе вы же будете ругаться. На самом деле у нас максимальные какие-то скандалы – это только по поводу заказов технической стороны. Но это нормально как бы на каждой работе. Все сталкиваются. Самому внимательному зрителю наши герои подарят вот эту тарелочку и вот эту картину. В пятницу, 14 декабря в группе Народного ВКонтакте в 21.05 свежий выпуск программы и три вопроса. Оставляйте правильные ответы в комментариях. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин